Все началось с плановой съемки в районе голубой дыры в Белизе. Команда исследователей использовала подводный дрон для наблюдения за поведением акул у дна. Аппарат медленно спускался вдоль известняковых стен, передавая четкую картинку на борт судна. Но на глубине чуть более 300 футов сигнал резко дернулся, изображение задрожало и пропало. Когда дрон вытащили, стало ясно, это не поломка. На корпусе остался отчетливый след от укуса, вогнутая вмятина с четко очерченными насечками зубов. По предварительным оценкам, радиус укуса превышал 2 фута, а это больше, чем у большинства известных видов акул. Специалисты Discovery, сопровождавшие экспедицию, приняли решение не продолжать съемки в этой зоне. Это стало редким случаем, когда команда отказалась от погружения не из-за техники, а из-за неизвестной угрозы. Событие вызвало бурные обсуждения в научных кругах, ведь укус был слишком массивным для привычных морских хищников. Никто не знал точно, кто мог стоять за атакой, но ясно было одно – съемка открыла нечто, что давно скрывалось под толщей воды. И это было только началом странных совпадений, которые вскоре последовали. Камера против хищника Подводные дроны – это не просто камеры на глубине. Они созданы выдерживать давление, которое сминает стальные трубы и оборудованы датчиками, системами стабилизации и толстыми защитными оболочками. В случае с атакой в Белизе использовался промышленный дрон стоимостью около 200 тысяч долларов. Его корпус был рассчитан на удары, но то, что оставил морской хищник, не поддавалось объяснению. На защитном кожухе линзы осталась глубокая вмятина с двумя рядом расположенными линиями зубчатых следов. Это говорило о том, что укус был не скользящий, а целенаправленный, с захватом. Дрон находился в стабильной позиции, не двигался резко, не издавал звуков, которые могли бы спровоцировать агрессию. Это делает нападение еще более странным. Хищник сам подошел, целился в объектив и нанес удар. Такое поведение наблюдается крайне редко. Чаще акулы атакуют в движении или по ошибке. Однако тут, по мнению биологов, была попытка проверки объекта на прочность. То есть животное могло воспринимать дрон как потенциальную угрозу или конкурента. Но какой вид акулы способен на такой укус? Ответ оказался менее очевидным, чем надеялись исследователи. Радиус, который не укладывается в науку. Когда команда начала анализировать след укуса, данные не совпали ни с одной из зарегистрированных в базе форм. Обычные белые акулы, даже самые крупные, редко оставляют радиус более 18 дюймов. След на дроне почти 26. Это означает либо чрезвычайно редкую особь известного вида, либо что-то более пугающее. На борту провели сравнительный анализ с записями других укусов на подводной технике. Некоторые совпадения нашлись, но во всех них радиус был меньше, а форма челюстей отличалась. Ученые учли возможность, что зубы могли деформировать металл, увеличив видимую ширину. Но даже с поправкой данные все равно превышали привычные значения. Некоторые участники экспедиции вспомнили случаи, когда находили поврежденные подводные буи и с подобными вмятинами. Но этим эпизодам не придавали значения. Теперь все сошлось. Есть нечто, способное повредить дорогостоящую технику за один укус. Вопрос стал еще жестче. Если укус настолько мощный, а сам хищник настолько дерзок, почему мы до сих пор не сталкивались с ним лицом к лицу? И может ли быть, что кто-то просто не доживал до момента встречи? Кто мог это сделать? Установить вид хищника – задача не из легких. Первыми в списке оказались белые акулы, но даже их крупнейшие экземпляры вряд ли оставили бы столь мощный след. Следом рассматривали гигантскую акулу Мако. Она агрессивна, быстрая и действительно обладает сильными челюстями. Но специалисты отметили – форма зубов Мако более изогнутая, и след на корпусе не совпадает. Тигровая акула – вариант, но у нее совсем другая техника укусы, но она жует, а не кусает резко. Единственный кандидат, который подходил по силе, глубине обитания и стилю атаки – это шестижаберная акула. Она живет на большой глубине, редко попадается на камеры и может достигать длины более 15 футов. Ее челюсти широкие, с массивными зубами, а натиск почти бесшумный. Проблема лишь в том, что таких акул редко видят в районах, где проходила съемка. Это поставило ученых в тупик. Либо речь шла об исключительном случае, либо существо перемещается в зону, где его раньше не фиксировали. Либо, что еще тревожнее – это совсем другой вид, пока не классифицированный. Но то, что произошло с людьми после этого, еще интереснее. Почему они отказались? Решение прекратить погружение было принято на следующий день. Формально, по техническим причинам. Но все участники знали – дело не в технике. Сразу после инцидента у дрона начались сбои. Он терял сигнал, начинал двигаться рывками и периодически отключался. Когда его подняли и обследовали, выяснилось – нарушения зафиксированы и в системе навигации, и в электропитании. Не исключено, что укус вызвал микроскопические трещины или повредил внутренние модули. Однако, еще больше настораживало то, что рядом с дронов в момент атаки не было ни одной крупной тени. Как будто существо подошло снизу или с боковой слепой зоны, не попав в объектив. Это показалось опытной команде крайне подозрительным. Некоторые члены группы заявили, что слышали странные колебания в наушниках, будто короткие импульсы. Капитан судна посоветовался с техникой и операторами. И решил – рисковать экипажем нельзя. При таких условиях повторное погружение может быть опасным. Отказ был оформлен официально, и зона помечена как временно закрытая для исследований. Но настоящая причина осталась за кадром. И об этом знали только участники экспедиции. Пока остальные гадали, в чем дело, начались проблемы и с другими приборами. Секреты дронов Discovery-дроны, которые использует команда Discovery, не похожи на обычные камеры с мотором. Это сложные многослойные устройства, созданные специально для глубоководных исследований. Они оснащены сразу несколькими модулями. Камеры высокой четкости, эхолокационные сенсоры, термометры, гидрофоны, гироскопы и даже инфракрасные прожекторы. Эти дроны погружаются на глубины свыше тысячи футов, где давление сравнимо с весом бетонной плиты, а температура опускается почти до нуля. Связь с ними держится через усиленные кабели или спутниковую антенну, если используется надводный ретранслятор. Система защиты корпуса рассчитана на прямые удары, и именно поэтому укус, зафиксированный в Белизе, вызвал такой резонанс. Он прошел через внешнюю защиту и повредил внутренние стабилизаторы. Более того, дрон зафиксировал странную активность еще до атаки, внезапные скачки температуры воды и нестабильные сигналы на низких частотах. Эти сигналы не соответствовали ни одному известному источнику. Сравнение с предыдущими записями показало, подобные шумы уже фиксировались в других местах, но всегда перед отключением техники. Тогда еще никто не понимал, насколько все это связано, пока не всплыли данные об исчезновениях, о которых не принято говорить вслух. Исчезнувшие подводные камеры в архивах Discovery и партнерских исследовательских групп действительно оказались зафиксированы случаи, когда техника пропадала без следа. В одной из экспедиций у побережья Намибии дрон ушел на глубину более 900 футов и через 15 минут перестал выходить на связь. Когда его пытались вытащить, кабель оказался перерезан к отгладку, будто ножом. Поверхность реза показала сплющенные волокна, характерные для механического давления, но не для разрыва течения. Подобное случалось и в районе Фиджии, и в Карибском море. Всего было зафиксировано не менее 9 эпизодов, в которых аппараты исчезали без объяснений. В большинстве случаев перед этим происходили короткие перебои в передаче сигнала и всплеске электромагнитного шума. Инженеры считали это случайными сбоями, но биологи начали искать закономерности. Они обратили внимание, все исчезновения происходили на глубине между семистами и тысячей футов. Зоне, где видимость практически нулевая, а прямых наблюдений почти нет. Возник вопрос, возможно ли, что в этих зонах обитает нечто, что избегает прямого контакта, но реагирует на чужеродную технику? Не доказано, но число совпадений растет, особенно в одной локации, куда возвращаться не хотят даже опытные команды. Съемки в голубой дыре. Голубая дыра у берегов Белизы – одно из самых загадочных мест океана. Этот гигантский вертикальный тоннель уходит вниз более чем на тысячу футов и окружен плотной стеной известняка. Здесь мало света, почти нет кислорода и создаются условия, в которых жизнь невозможна. По крайней мере, так считалось до недавнего времени. В экспедиции 2019 года команда исследователей погружалась на дно, используя глубоководный батискаф. Сначала все шло штатно, но ближе к нижней границе датчики зафиксировали тепловой контур – признак движения. В этой зоне движения воды практически отсутствуют, и любое перемещение – событие. Позже, при повторной попытке спустить туда дрон, сигнал оборвался. Аппарат подняли с повреждениями, глубокая царапина на боковом борту и странный слой слизи на камере. Анализ показал, что слизь содержит белки, не совпадающие с известными морскими видами. Команда не смогла дать четкого объяснения происходящему. После этого место было временно исключено из маршрутов, а отчет частично засекречен. Объем непонятного материала оказался слишком велик, чтобы списать на совпадение. Но спустя несколько месяцев случилось кое-что куда более тревожное. Когда железо гнется, рыболовецкое судно у берегов Бразилии подняло в сети металлический объект, вросший в водоросли и покрытый коррозией. Им оказался один из дронов, пропавший годом ранее. Он был сильно поврежден. Передняя часть смята. Одна сторона корпуса выгнута внутрь. На металлических пластинах рваные следы, напоминающие зубы, но гораздо больше, чем у акул известных видов. Специалисты провели спектральный анализ и определили, что металл был деформирован под давлением свыше 3000 фунтов на квадратный дюйм. Даже крупнейшие хищники океана, белые акулы, касатки, не способны на такое. Однако самая поразительная – глубина, с которой, по данным логов, дрон перестал выходить на связь. Это более 1000 футов за пределами привычного обитания большинства крупных хищников. И вновь, как и в Белизе, отсутствует видеозапись самого удара. Все произошло мгновенно. Одна из теорий предполагает, что существо использует точечную атаку, избегая попадания в камеру. А может быть, его не фиксируют вовсе из-за специфического спектра отражения. Тогда у нас остается еще меньше шансов узнать правду. Но именно звук дал ключ к дальнейшему расследованию. Молчащие глубины. В течение нескольких лет исследователи фиксировали короткие звуковые импульсы на глубинах свыше 800 футов. Они появлялись внезапно, длились менее двух секунд и сопровождались пропажей сигнала с дронов или их поломкой. Эти звуки не соответствовали ни одному известному виду. Ни млекопитающим, ни рыбам, ни подводной технике. После инцидента в Белизе ученые начали сопоставлять аудиофайлы с разных точек. Обнаружилось импульсы, схожие по частоте и спектру. Их регистрировали в районе Марианской впадины, на глубинах у Южной Австралии и в северной части Атлантики. Все случаи объединяло еще одно. Каждая запись сопровождалась механическим воздействием на аппаратуру. Это натолкнуло акустиков на идею. Возможно, эти сигналы выполняют функцию эхолокации или навигации. Но тогда кто их издает? Ни одно известное морское существо не использует такую форму звука. Некоторые сотрудники институтов признались, что обсуждение таких аномалий не приветствуется. Данные теряются, файлы повреждаются. И хотя прямых доказательств нет, ощущение, что что-то скрывается под уровнем человеческого внимания, становится все сильнее. Но именно эти пустоты и тишина толкают людей к новым гипотезам. Гипотезы и догадки. Когда наука сталкивается с фактами, которые пока не может объяснить, всегда появляются альтернативные версии. Некоторые из них логичны, другие босы откровенно спорны. В случае с аномальными укусами и исчезновением дронов начали появляться гипотезы, обсуждаемые как в кулуарах научных институтов, так и на популярных форумах. Самая резонансная – теория о выжившем до наших дней мегалодоне. Этот древний хищник исчез более трех миллионов лет назад, и официальная наука считает его вымершим. Но сторонники гипотезы утверждают, если огромные зоны океана по-прежнему не исследованы, нельзя полностью исключить существование реликтовых видов. Тем не менее, стоит подчеркнуть, ни одно из найденных доказательств – ни укус, ни звук, ни следы – не подтверждают существование мегалодона. Эта версия относится к разряду конспирологических теорий, и серьезные ученые относятся к ней с осторожностью. Более правдоподобная версия – существование малоизученного вида крупной акулы или беспозвоночного, возможно, кальмара, обитающего на экстремальных глубинах. Такие существа могли адаптироваться к условиям, где техника работает на пределе. Но если они существуют, почему они избегают камер и атакуют дроны? Ответов нет. А вот сомнений становится только больше. Голос науки. Несмотря на все гипотезы, научное сообщество старается придерживаться строго проверенных данных. Биологи и тети инженеры, работающие с подводной техникой, собрали уже достаточно материала, чтобы составить предварительную картину. Да, были зафиксированы удары, повреждения, исчезновения техники, а также акустические импульсы неизвестной природы. Но все эти явления пока можно объяснить, пусть и не с абсолютной точностью. Что касается укусов, большая часть специалистов склоняется к тому, что следы оставлены известными, но редкими видами глубоководных акул. Например, шестижаберная акула, которая может достигать 15 футов в длину и обладает мощными челюстями. Такие особи редко попадают в объективы и живут на глубинах, где мало кто проводит исследования. Электромагнитные сбои и странные звуки могут быть вызваны подводной сейсмической активностью или взаимодействием холодных и теплых водных масс. Инженеры также подчеркивают, дроны не защищены от всех форм механического воздействия. Иногда повреждения повреждены результат совокупности факторов, давления, времени, усталости материалов. Поэтому, несмотря на интерес к аномалиям, ученые не спешат с выводами. В их мире все должно быть подтверждено экспериментом. Но и в этом мире остаются вещи, которые пока не укладываются в схему. Все было иначе. Когда вся история укладывается в единую цепочку, становится ясно. Речь идет не об одном случае, а о серии эпизодов, повторяющихся в разных частях мира. Поврежденные дроны, странные звуки, исчезновение техники, нехарактерное поведение животных. Все это создает ощущение, что в глубинах океана происходит нечто, чего мы пока не понимаем. Наука старается сохранять объективность, но даже ученые признают, данных слишком мало, чтобы делать категоричные выводы. И все же команда, столкнувшаяся с укусом в Белизе, больше не возвращалась в эту зону. Опытные специалисты отказались от съемок, несмотря на огромный бюджет проекта и давление продюсеров. Они не испугались. Они сделали вывод. Что-то на той глубине обладало силой, точностью и поведением, которое не укладывается в привычные рамки. Может быть, это новый вид. Может, известный, но недооцененный. Или же дело вовсе не в биологии, а в другом факторе, о котором пока никто не говорит вслух. Но главное, мы получили напоминание. Океан остается самым неизученным пространством планеты. И каждый раз, когда техника молчит, уходит в песок или выходит на поверхность с вмятинами, он словно шепчет нам, вы все еще не знаете, что здесь живет. А может, лучше и не знать.